Так вот, коллеги, значит, о чем я говорю, хочу сказать, когда называю доклад «Методические подходы к предоставлению государственной поддержки развития общественного городского пассажирского транспорта». Ну, вот буквально сегодня и буквально уже на пленарной сессии звучали слова об актуальности, значит, разработки некого проекта, будь то федеральная программа, федеральный проект или в любой другой форме, как его ни назови, плана действий по поддержке городского общественного пассажирского транспорта, который, тем более, вот прямо сейчас в условиях снижения пассажиропотоков переживает, прямо скажем, достаточно тяжелые времена. И я хотел бы на основе анализа действующих документов, в том числе и тех, к разработке которых причастен Росдурнии, как ни крути, попытаться выявить те основные принципы, которыми руководствуется федеральная власть при принятии решений о выделении государственной поддержки мероприятиям в сфере транспорта. И я, наверное, в том числе и в интересах соблюдения регламента перейду сразу к выводам, я с них начну, а потом постараюсь их аргументировать. Так вот, на мой скромный взгляд, основной принцип, который сейчас наблюдается, основной принцип предоставления федеральной поддержки развитию общественного пассажирского транспорта, вот я столкнулся с тем же, что предыдущие спикеры, самопроизвольное передвижение по слайдам, но я буду с этим бороться. Значит, в данный момент есть тенденция расходы федерального бюджета на развитие общественного пассажирского транспорта рассматривать фактически как инвестиции. То есть государство, как инвестор, стремится обеспечить эффективность своих бюджетных вложений в региональный и городской транспорт и снизить инвестиционные риски. И вот, продолжая аналогию, в рамках этого подхода заявки, которые готовятся субъектами Российской Федерации на участие в мероприятиях, это фактически аналог инвестиционных предложений или бизнес-планов. То есть для их подготовки необходим анализ транспортного спроса, необходима оценка издержек и прогнозируемых выгод. Ну, конечно, это не чисто, так сказать, бюджетный или финансовый эффект, это социально-экономические эффекты, то есть они включают экологию, экономию времени пассажиров и так далее. Теперь попробую аргументировать этот вывод. Да, и этот главный принцип, то есть рассмотрение Федпроекта, движение федеральной поддержки на развитие транспорта, как инвестиции, которая должна отбиться, он распадается на несколько принципов менее значительно. Итак, какие документы, в общем-то, легли в основу моего анализа и позволяют мне делать это утверждение? Это относительно недавние методические документы. Первый, о котором говорил Сергей Владимирович Кудряшов, мой коллега, да, это порядок определения субъектов Российской Федерации для обновления подвижного состава, на нем не буду останавливаться подробно, уже все, что можно было сказать, это сказано. И второе, это еще более свежий документ, фактически спилу с жару, методика оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятий внедрения ТС. То есть, фактически, это такая же, во многом аналогичная методика, направленная на отбор заявок субъектов Российской Федерации, но уже не на обновление подвижного состава, на внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем. Значит, какие же побочные или второстепенные принципы вытекают из рассмотрения федеральной поддержки как инвестиций? Ну, самое первое, это учитывая имеющиеся бюджетные ограничения, да, и как бы интересы инвестора, это конкурсный отбор заявок на представление федеральной поддержки. Вот обе методики подготовки заявок, они предусматривают бальную систему оценки, значит, субъекта Российской Федерации, агломерации в его составе, на основе иерархической системы показателей с присвоенными им весовыми коэффициентами, и в итоге построение рейтинга субъектов и выбор нескольких наилучших заявок, которые смогут претендовать на бюджетное финансирование. Ну, вот таким образом эта система оценки и расчета выглядит для методики по отбору субъектов на обновление подвижного состава. Она всего-навсего трехуровневая, и в ней, если я не ошибаюсь, 24 отдельных показателя суммируется и умножается на весовые коэффициенты. На слайде это видно. И гораздо более сложную структуру имеет методика отборов заявок на реализацию проекта ФТС. Там показатели уже больше 47, и структура более, видите, она такая более глубокая, более вложенная, то есть значительно более сложная процедура оценки. Значит, следующий принцип. Оценка социально-экономических эффектов мероприятий, требуемых федеральной поддержки. Ну, собственно, и в той, и в другой методике предусмотрена оценка социально-экономических эффектов предлагаемых мероприятий, включая вот социальные эффекты, сокращение времени в пути и экологию. То есть здесь, опять же, подход между этими документами совпадает. Далее. Это использование федеральной поддержки как инструмента косвенного воздействия на субъекты, с целью стимулировать их к реализации государственной политики в смежных сферах. Ну, то есть о чем я говорю? Вот обе эти методики, они предполагают, например, что заявка субъекта получает дополнительные баллы и продвигается в рейтинге, если у субъекта разработаны и утверждены документы транспортного планирования. Ну, и качество этих документов также рассматривается. Значит, если они получили достаточно высокую оценку, заявку субъекта получает дополнительные баллы. То же самое, например, методика отбора заявок на ИТС предполагает более высокую оценку субъекта, у которого сформированы, функционирует региональный центр организации дорожного движения и центр организации дорожного движения территории агломерации. И если для этих центров, значит, прописаны регламенты взаимодействия с другими органами госвластия в сфере транспорта. Опять же, вот субъект реализует предлагаемую Минтрансом политику, вследствие этого он получает дополнительные баллы. Значит, ну, про пассажирский транспорт не буду останавливаться, да, скажу кратко. Там требования по соблюдению соцстандарта, магистральным маршрутом по эксплуатации большого особо-большого подвижного состава, по переходу на регулируемые тарифы, брутконтрактации и так далее. То есть там вот таких, собственно, политических требований, которые напрямую не связаны с эффективностью предлагаемого проекта, однако же продвигают политику Минтранса косвенным образом, там их тоже достаточно. Значит, кроме всего прочего, следующий принцип, он явно нигде не прописан, я его называю принцип устойчивого наследия. Значит, что я имею в виду? Это оценка способности субъекта Российской Федерации содержать, эксплуатировать и поддерживать, в общем, в рабочем и исправном состоянии то наследие, которое будет создано, ну, в том числе и на федеральные деньги. То есть чтобы не создалось ситуации, когда субъект вначале просит субсидий на, допустим, реализацию какого-то амбициозного инфраструктурного проекта, там, метро или скоростного трамвая, а потом как бы федеральная власть попадает в ситуацию, когда субъект говорит, вы знаете, у нас денег нет на операционные расходы, вот вы нам построились, припомогите, пожалуйста, его эксплуатировать. Соответственно, вот когда субъект Федерации, городская агломерация, муниципалитет даже, в общем-то, в данном случае, неважно, имеет полностью финансового состоятеля, но имеет все возможности эксплуатировать инфраструктуру, ну, или подвижной состав даже, неважно, которая была на его территории создана при помощи федеральной поддержки, вот это я называю принципом устойчивого наследия. Он в обеих методиках реализован, значит, методика оценки заявок на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Там целая группа показателей оценки, значит, характеризует финансовую обеспеченность проекта, в том числе и региональными деньгами, то есть насколько регион готов там поставить финансово свое плечо. Соответственно, при обновлении подвижного состава, как уже Сергей Владимирович докладывал, финансовое бремя ложится на перевозчиков, которые просто в силу механизмов лизинга должны будут, так сказать, они гарантируют своими деньгами, так сказать, эффективность расходов федеральных средств. Значит, следующий принцип, который перекликается с принципом реализации политики Минтранса, это то, что подготовка заявок по обеим методикам требует крайне глубок, в идеале, конечно же, мы сейчас не говорим, как это, ну, так сказать, реализовалось на практике с переменным успехом, но в идеале подготовка заявок требует очень глубокой проработки проектных мероприятий, в том числе на основе выполнения транспортных обследований и выполнения математического моделирования. Потому что тот же самый социально-экономический эффект от экономии времени пассажиров, значит, те показатели дорожного движения, которые предусмотрены методикой по внедрению ИТС, там, вплоть до буферного индекса, соответственно, показатели надежности сообщений и так далее, они могут быть достаточно, как бы сказать, аргументированно, на хорошем научном уровне посчитаны, только если в агломерации, где будут внедряться мероприятия, есть уже математическая модель транспортных систем, а мультимодельная. И, соответственно, последний принцип, да, который вытекает из предыдущего, значит, поскольку заявка представляет из себя, достаточно подготовка заявки представляет из себя такое вот инвестиционное предложение, достаточно трудоемкое и наукоемкое в подготовке, к подготовке которого нужно привлекать специалистов по транспортному моделированию, транспортных инженеров и так далее, оценка таких заявок, возможно, фактически ее нельзя произвести формально, нужно привлекать в той или иной форме экспертное сообщество, проектировщиков, инженеров и так далее. Ну, соответственно, для работы по методике, для оценки заявок на обновление общественного пассажирского транспорта был распоряжением Минтранса, была сформирована экспертная комиссия, а вот методика по внедрению ИТС содержит ряд квалификационных требований к научным проектным организациям, которые будут выступать в роли технического и финансового консультантов. Там тоже требования достаточно серьезные, если вы видели методику, вы знаете, значит, там к опыту работы в сфере внедрения ИТС, к количеству сотрудников с учеными степенями в штате организации и так далее. Ну, собственно, иначе при такой сложности и трудоемкости заявок, то есть заявка – это фактически в идеале, представляет собой отдельный самостоятельный мир. И поэтому иначе просто по формальному признаку как-то их оценить, в общем, крайне сложно. Что же, естественно, такой набор принципов, он вроде бы гарантирует, ну, эффективное расходование бюджетных средств. А, кстати говоря, коллеги, вот еще такое, я это не отразил в презентации, может быть, но еще есть один такой вопрос, который в тексте нигде, в тексте методик нигде не проговаривается, не ставится прямо, но я бы его в полемической форме заострил бы так – помогать нужно лучшим или худшим. Ну, не в моральном смысле, конечно, не в смысле осуждения кого-либо, но логика подхода какая? Федеральные деньги расходуются и выделяются тем регионам, у которых наименее благоприятная ситуация, потому что они больше всего нуждаются в поддержке или им нужно поставить плечо. И федеральный бюджет должен это сделать, федеральная власть, да, это одна логика. Вторая логика – федеральные средства должны выделяться на поощрение и поддержку тех регионов, которые доказали делом, что они в состоянии с толком и эффективно эти средства применить. То есть первый подход, условно говоря, поддерживаем аутсайдеров, второй, условно говоря, поддерживаем лидеров. Вот в двух представленных методиках этот вопрос, каждая точка зрения, на мой взгляд, имеет свое право на существование, тут должен быть некий разумный компромисс, то есть их нельзя доводить до крайности. Вот каждая из рассматриваемых методик, она немножко по-своему решает этот вопрос. Что я имею в виду? Значит, методика отбора локальных проектов ЭТС, она предусматривает такой любопытный механизм оценки. Чем хуже показатели дорожного движения, скорость сообщений и так далее, так вот, чем хуже показатели дорожного движения на дорожной сети агломерации, где мы планируем внедрять ЭТС, тем более высокий балл она получает, потому что считается, что в плохой дорожной ситуации потенциал внедрения ЭТС и тот положительный эффект, который она может дать, выше. Соответственно, в ситуации с обновлением подвижного состава история немного другая, там, наоборот, считается, что, как бы сказать, наиболее прогрессивные агломерации, внедрившие безналичную оплату проезда, брутоконтрактацию, значит, сохранившие в целости и даже, может быть, приумножившие инфраструктуру наземного электрического транспорта, они, наоборот, оказываются в более выгодном положении. То есть по пассажирскому транспорту министерство склоняется к тому, чтобы поддерживать скорее лидеров, поощрять, да, по ЭТС, чтобы скорее протянуть руку помощи аутсайдерам, по крайней мере, в плане вот текущей дорожной ситуации. То есть это тоже такой важный принцип, который вот в данном случае он неоднозначен. Разных методик он по-разному сделал. Так вот, подхожу уже к завершению, коллеги, минутку терпения еще. Значит, у всех перечисленных принципов, и вот у этих двух документов, можно сказать, у них есть общие недостатки. Значит, ну вот вы видели, я думаю, что уже успели посмотреть, что у меня написано на слайде. Это, конечно же, значительная трудоемкость подготовки заявки. То есть еще раз повторюсь, каждая заявка – это небольшая полноценная нир. Может быть, даже большая. Кстати говоря, потому что нужны транспортные модели, как ни крути, для аргументированного и внятного расчета социально-экономических эффектов, в том числе связанных с надежностью сообщения, со временем, с экологией и так далее. Из этого вытекает следующая проблема, что все-таки пока, несмотря на то, что вот последняя методика, утвержденная постановлением правительства, значит, если не ошибаюсь, Минэкономразвития, она учитывает агломерационный транспортный эффект, экономию времени и так далее, но, к сожалению, из него упадают экологические эффекты. То есть, к сожалению, пока утвержденные методики оценки социально-экономических эффектов в сфере транспорта, которая учитывала бы именно транспортную специфику, то есть не только средние затраты времени на сообщения, но и надежность, предсказуемость, что тоже важно, выбросы загрязняющих веществ не обобщенные, безразлично от какого объекта, а именно от низкорасположенных источников, да, потому что это большая разница, уносит ли их ветер в атмосферу с заводской трубы, или же все успевают до этого ими подышать. То есть, короче говоря, вот такой специализированной транспортной отраслевой методики до сих пор, к сожалению, нет. То есть какое-то движение, конечно же, видно, но вот это одна из проблем. То есть нет единого метода у субъектов, как они могли бы оценить социально-экономическую эффективность своих мероприятий так, чтобы их, чтобы применяемую методику никто не оспорил, и она бы на этапе оценки не попала, так сказать, под критику и под удар. То есть я имею в виду сами методологические принципы, да, не ошибки в расчетах. И, наконец, вот в свете того, что говорилось на пленарной сессии, одна из, собственно говоря, вот еще одна ключевая проблема – это даст малая пригодность, прямо скажем, перечисленных выше принципов для реализации мер именно экстренного и антикризисного характера. То есть в тех условиях, когда нет времени на разработку моделей, на детальный просчет, на подготовку обоснований, когда, в принципе, ну, и уж тем более нет времени, да, на основу, на разработку очередных методических рекомендаций, согласно которым будет рассчитываться объемы федеральной поддержки, эти принципы, к сожалению, неприменимы. То есть они хороши для подхода, ну, извините за такую метафору, для подхода мирного времени, когда можно обдумать, на всех уровнях согласовать, несколько раз запустить в регионы, собрать замечания, доработать и действовать весьма и весьма неспешно. То есть какие-либо экстренные антикризисные меры, они потребуют поддержки общественного городского транспорта, в том числе, они потребуют, конечно, радикального пересмотра этих подходов в сторону, в общем-то, в сторону упрощения. И в заключение вот пара, собственно говоря, еще раз продолжая эту мысль, да, почему, собственно, попытаюсь еще раз аргументировать, почему именно так, потому что экстренные антикризисные меры – это все-таки, они должны подразумевать принятие решений непосредственно на земле, что называется, на местном и региональном уровне, просто потому что при минимальном вмешательстве со стороны Минтранса, регуляторном, как и регуляторном и методическом, более того, просто потому что для, в период вот этого вот кризиса общественного транспорта, вызванного, да, резким падением пассажиропотоков, на полные процедуры и согласования просто нет времени. То есть пока Минтрансу, на мой взгляд, необходимо было бы обеспечить принятие экстренных мер на уровне муниципалитета и субъекта, и в это время относительно, неспешно прорабатывать уже вопросы компенсации региональным и местным бюджетам этих затрат. Вот таким образом, коллеги, спасибо за внимание. Дмитрий Михайлович, спасибо большое за ваше интересное выступление, за ваш подход. Хотелось бы вот сразу перейти к вопросам. Успех вопрос скорее для дискуссии, я вам его ввожу на экран, зачитайте, пожалуйста, что вы об этом делаете. Может быть, стимулировать лидеров в деле помощи аутсайдерам. Смотрите, это безусловно так, значит, это подход очень благородный, значит, почему это не прозвучало? Потому что мы пока еще только в самом начале процесса. То есть у нас еще пока мы заявили, что нам необходимы документы транспортного планирования, это все вот произошло фактически на протяжении 2019-го, начала 2020-го года. Мы стали их требовать от субъектов. Значит, то же самое с заявками на обновление общественного пассажирского транспорта. То есть пока у нас нет лидера, который бы успешно внедрил у себя какой-то опыт, отчитался, что он успешно реализовал некий проект, да, то есть он успешно, вот он получил, допустим, определенную федеральную поддержку и с большой результативностью, с большим эффектом ее применил. Когда такой лидер появится, естественно, этот, как сказать, этот кейс, да, лучше слово не подберу, нужно будет, безусловно, тиражировать, то есть нужно будет анализировать этот опыт, организовывать обучение. И да, вот, ну, условно, аутсайдеров, еще раз извиняюсь за это слово, то есть ни в коем случае не хочу его использовать, да, как какую-то моральную оценку, что кто-то плохой и виноват. Ситуации бывают разные, так сказать, и в том числе и транспортные ситуации тоже, везде разные, обусловлено объективными причинами. Вот. То есть, соответственно... Илья Михайлович, хотелось бы на следующий вопрос тогда ответить, мне помочь вам? Здесь вопрос, что с учетом эпидемиологической ситуации качество заявок на ИТС будет низкой. Не планируется ли перенос финансирования? В отношении финансирования его переноса ответить может только Росавтодор, за них никто ничего решить не может. С Росдорни таких решений не обсуждалось. Касательно низкого качества вообще заявок. Здесь ситуация спорная. Мы сами мониторили по заданию Минтранса ситуацию по регионам, и по нашим сведениям 25 заявок уже там в высокой степени готовности будут поданы. То есть, из 60 агломераций допущенных, 25 однозначно, по нашей информации, готовятся. Наверное, кто-то из них сделает приличные. Возможно, для первого года и коротких сроков этого и будет достаточно. Хотелось бы еще несколько вопросов задать, потому что началась очень бурная дискуссия и в чате, в том числе. Но мне бы до того, как к чату перейду, Дмитрий Михайлович, хотелось бы два вопроса вам задать, которые я обещала ранее. Один из них, чем качественнее ДПРП отличается от КСОТ, поскольку я знаю, как вы были погружены в методику КСОТов для субъектов. А второй касается городостроительной политики и ее учета в ОДД. Пожалуйста. Да, хорошо. Коллеги, ну вот я на первый вопрос, я опять же заранее приношу свои извинения. Значит, мой ответ, это чисто моя позиция, ее можно оспаривать, то есть, возможно, разные подходы. На мой взгляд, качественный ДПРП, в принципе, ну, либо он, в принципе, не должен отличаться от КСОТ. В принципе, не должен отличаться. Либо можно рассматривать ДПРП как подчиненный КСОТ документ более оперативного планирования, то есть на меньший временной горизонт. Мое видение вот этой проблемы такового. То есть, действительно, к ДПРП сейчас, исходя из 220-го федерального закона, мне, например, когда этот закон читаю, мне не вполне понятно, все-таки, чем же этот документ должен быть на полу. И, исходя из сугубо практического опыта, то есть, когда скачиваешь с официальных сайтов, там, муниципалитетов, регионов, ДПРП и начинаешь читать, очень часто, ну, это просто таблица с перечислением маршрутов. Напротив каждого из них где-то стоят некие мероприятия, там, остановку площадь Ленина перенести на 200 метров, там, остановку площадь Свердлова убрать и так далее. Без каких-либо обосновывающих материалов, то есть непонятно, какие расчеты за этими мероприятиями лежат, ну, вот, и непонятно, каково их обоснование, какова их эффективность и результативность планируемая. То есть, вот все те элементы, которые сейчас явно прописаны в метод рекомендации по подготовке документов транспортного планирования субъекта, то есть, модель, на основе которой выполняется обоснование, значит, рассмотрение вариантов трассировки маршрутной сети, увязка с мероприятиями по организации дорожного движения, вот то, что есть в, как бы, к соте, да, вот, конечно, в идеале это должно быть в... так сказать, в качестве подготовленном ДПРП. Другое дело, что сейчас уже, когда у нас, вот, появились документы транспортного планирования субъектов, на уровне субъекта эти документы будут, получается, дублироваться, что тоже не очень хорошо. То есть, если коротко, то мой ответ в идеале ничем. Либо же ДПРП – это документ просто более оперативного планирования. С такими, с текущими мероприятиями, там, по ремонту остановочных пунктов, какому-то вот, какому-то, кроссировке и так далее. Вот как-то так. По град политике и ОДД скажете пару слов? Ну, если я, с вашего позволения, просто, так сказать, общее осветить, как я вижу их связь. Просто, если бы немножко был конкретизирован вопрос. Ну, давайте я начну отвечать, тем не менее, может быть, там... Времени мало, Дмитрий Михайлович, хорошо, тогда не будем заширять внимание. Смотрите, я просто тогда коротко скажу, с вашего позволения. Значит, они, на мой взгляд, ключевой принцип для понимания связи ОДД с градостроительной политикой, он очень простой. Значит, на мой взгляд, это аксиома. Ну, ладно, это не аксиома, она доказывается, но ключевое утверждение. Задачи, стоящие перед организаторами дорожного движения, далеко не всегда можно решить только средствами организации дорожного движения. То есть ситуацию, которая формируется на дорогах, ее фактически за нее отвечают, в том числе и архитекторы, которые просто потому, что они планируют и располагают на городской территории зоны притяжения и генерации транспортных и пассажиропотоков. После чего эти транспортные пассажиропотоки вливаются в транспортную систему, и если у транспортной системы есть резервы пропускной способности, провозной возможности, все идет хорошо, если этих резервов нет, то очень часто может наступить такая ситуация, что как не перераспределять транспортные потоки средствами ОДД, ну, перераспределять их просто будет некуда. То есть ОДД, как метод организации дорожного движения, перераспределения транспортных потоков в пространстве и во времени, хорош тогда, когда есть пространство для маневра, есть куда перераспределять. И вот уважаемые градостроители, к сожалению, часто могут загнать транспортников и специалистов по ОДД в такую ситуацию, когда маневрировать просто некуда.